Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видеоуроке, дорогие друзья, мы с вами научимся обыгрывать абсолютно любые аккорды в любой части грифа, от любой струны в любое время года, и играть все что угодно на них, аккомпанемент, импровизацию, соло, мелодию, шагающий бас и все что захотим, полное владение аккордами. Начнем. А поможет нам в этом сегодня супер мега крутое и важное ультимативное упражнение, которое самое главное и самое полезное для каждого бас-гитариста без преувеличения, без преувеличения самое полезное, хоть я не люблю особо упражнения, практически их не играю, но это заслуживает внимания, это упражнение заслуживает внимания, чтобы быть на моем канале. Элементы этого упражнения будут встречаться, наверное, в 97-98 партиях, которые играются на бас-гитаре, настолько оно обширное. Его часто форсят у себя на канале Скотт Дивин, говорит о нем, рассказывает, дает упражнения на него, и в его игре, в его каких-то фразах прослеживаются постоянно именно вот эти вот элементы, вот это упражнение, вот это вот, видно, что он много этому уделил внимания. И позже, в самом конце видео мы к нему подойдем, но подойдем мы к нему постепенно, поэтапно, с точки зрения методики это будет правильно, начнем с самого начала, потому что могут смотреть новички. Но это упражнение не только для новичков полезно, даже для опытных музыкантов, я, например, его взял, поиграл опять, хоть я его знал, у меня где-то на канале он даже был, где-то в каких-то определенных формах я играл его, но я его решил собрать сначала, это будет реально полезно. Посмотрим сегодня, придем к этому упражнению в конце, но поэтапно, начнем с самого простого, для новичков. Но, опять же, повторюсь, и опытным бас-гитаристам это будет очень полезно вспомнить, опять поиграть, опять поставить руку на место, мозг может где-то подправить, все, опять вернуться к корням. Итак, начнем, сегодня не будет чильного видео, сегодня будем потеть, так сказать, поэтому сразу настройтесь на рабочий лад, возьмите в руку бас-гитару и сделайте серьезное лицо. Начнем с самого начала. Возьмем, к примеру, тональность фа-мажор. Тональность фа-мажор у нас в нотке фа находится первый лад, четвертая струна. Берем указательный палец и ставим сюда его. И играем просто гамму фа-мажор, чтобы понять, какие ноты у нас входит в тональность фа-мажор. Играем это медленно, вдумчиво, философским лицом. Обязательно надо послушать, вдуматься в каждую ноту и понять смысл наполнения этой гаммы. Мы ее сыграли сейчас вертикально, но эти ноты можно найти и горизонтально. Давайте, дорогие друзья, найдем эти ноты горизонтально. Получилась та же самая гамма, только горизонтально по всему грифу. И если вдаться в теорию музыки, то от каждой ступени у нас еще строится отдельный, самостоятельный, важнейший аккорд в тональности фа-мажор. Давайте найдем их. Итак, найдем все аккорды в тональности фа-мажор. И на первой ступени у нас будет фа-мажорный, как вы уже догадались, аккорд. Найдем его трезвучие и сыграем арпеджио трезвучия фа-мажора от первой ступени. Первая ступень у нас фа, указательный палец, тыкаем на первый лад четвертой струны, играем арпеджио трезвучия фа-мажор. Вот так звучит фа-мажорное трезвучие. На второй ступени, если мы сдвинем на тон выше, получим аккорд и арпеджио аккорда второй ступени. Как оно звучит? Здесь будет минор, минорное трезвучие. На третьей ступени, если мы еще на тон сдвинем пальчик, получим еще одно минорное трезвучие, аккорд третьей ступени. Звучит вот так. Дальше, если на полтона мы передвинем палец, и здесь у нас получится мажорное трезвучие. Я его рекомендую, мажорное трезвучие играет средним пальцем, вот этим вот. Потому что тем самым мы освобождаем аппликатуру для указательного пальца третья ступень. То есть аппликатура минора и мажора будут отличаться. Минор мы играем с указательного пальца. Мажор со среднего пальца. Но это дефолтное положение вещей, и есть и исключения, о которых мы чуть попозже поговорим. Мы сыграли арпеджио четвертого аккорда, четвертой ступени, трезвучие, арпеджио трезвучие. Дальше у нас, если мы еще на тон сдвинем, получится пятая ступень, аккорд пятой ступени. Здесь у нас находится доминансый аккорд, он мажорный. Соответственно, здесь мажорное трезвучие мы также играем со среднего пальчика. Ставим его на струну и играем арпеджио трезвучие. Внимательно запоминаем, как они звучат, потому что минорное и мажорное трезвучие, они сильно отличаются по своему характеру, окраске, настроению, динамике, так сказать, и тех мыслей, эмоций, которые вы хотите передать с помощью музыки. Поэтому к этому стоит относиться трепетно. На шестой ступени у нас находится минорный аккорд, параллельный минор. И также мы играем арпеджио трезвучие минорного аккорда и сдвигаем палец еще на тон выше. Вот таким образом. Шестая ступень, минорный аккорд, параллельный минор. Соответственно, в фа мажоре параллельный минор будет ре минор. Понятно. Дальше седьмая ступень. Если мы еще сдвинем пальчик на тон выше, мы придем в седьмую ступень фа мажора. Это будет полуменьшенный аккорд или минорный аккорд с пониженной пятой ступенью. Звучит он вот так. И далее мы опять приходим в фа мажор только на октау выше. Звучит это вот так. Дальше, дорогие друзья, мы с вами немножечко усложним задачу. И будем играть не трезвучие, а не арпеджио трезвучие, а арпеджио септаккордов. Также от каждой ступени в тональности фа мажор мы найдем свой септаккорд. Сыграем его и послушаем, как он звучит и что с этим можно делать. Начнем. Септаккорд отличается от обычного трезвучия, что он состоит из четырех или больше звуков. А трезвучие состоит, естественно, из трех. Как это звучит? Первая ступень у нас. Фа мажор. Фа мажор будет аккорд. Звучит он вот так. Арпеджио фа мажор. На второй ступеньке мы уже выяснили, находится минорный аккорд. Соответственно, мы добавляем еще терцу. Седьмую ступень. Звучать это будет вот таким образом. Арпеджио минорного септаккорда. Или, как это любят называть джазмены, крутые ребята, малый минорный септаккорд. Дальше у нас идет также минорный септаккорд. На третьей ступени мы уже знаем, у нас находится также минорный септаккорд. Повторяем его, собственно, как и от второй ступени. Дальше у нас идет мажорный септаккорд, такой же, как на первой ступени. Его часто называют большой мажорный септаккорд в узких кругах спецов. Звучит это вот так. Это была четвертая ступень. На пятой ступени доминант септаккорд строится и звучит он вот так. Он у нас, как мы уже выяснили, мажорный. Он еще также называется среди уважаемых людей малый мажорный септаккорд. Запоминаем, как он звучит. Он часто используется в блюзе, фанке и в таких всяких смежных отраслях данной музыки. Очень популярный аккорд. Но если вы не играете металл, например, во всех остальных стилях он встречается повсеместно. Это был аккорд пятой ступени, арпеджио, доминант септаккорда. Давайте еще раз его послушаем и позволим ему проникнуть в наше сердце. Аккорд пятой ступени. Здесь у нас до. Вот оно до. Дальше у нас идет шестая ступень. Мы уже выяснили с вами, дорогие друзья, что это параллельный минор. Соответственно, у нас здесь будет, опять же, малый минорный септаккорд. Арпеджио малого минорного септаккорда. Звучит оно вот таким образом. Соответственно, на шестой ступени в фа-мажоре у нас ре. Мы уже выяснили. Давайте-ка построим. Звучать оно будет вот так. Внимательно послушайте. Если обратить внимание, я меняю аппликатуру. Я теперь играю широкую аппликатуру, как в мажоре. Я ставлю средний палец на первую ступень аккорда. И указательным играю третью ступень. Потом пятую мизинцем. И в среднем играю седьмую. В чем же подвох? Почему я здесь играю, например, с указательного пальца минор? А здесь я играю. Вот так. Все просто, дорогие друзья. Потому что в этой позиции тянуть широкую аппликатуру довольно сложно. Поэтому лично я использую широкую аппликатуру в более верхних позициях. Ближе к двенадцатому лату. За двенадцатым удобно играть вот такую широкую аппликатуру. Но здесь я использую узкую, именно с указательного пальца. Это обусловлено удобством и физиологическими особенностями. Дальше мы приходим в седьмую ступень. На седьмой ступень у нас находится полууменьшенный аккорд. Малый минорный аккорд с пониженной пятой ступенью. Как он звучит? У нас здесь имеются две аппликатуры. Первая аппликатура играется с безымянного пальца. В позиции рядом с двенадцатым латом она реально удобная. Вот таким образом. Есть вторая аппликатура с указательного пальца. Вот таким образом. Это арпеджио нашего полууменьшенного аккорда седьмой ступени. И далее мы пришли, если еще сдвинем палец на полтона, в наш фа-мейдж-7. Большой мажорный саптаккорд, который находится на октаву выше от нашего оригинального аккорда. Будет звучать это вот таким образом. Вот так вот, дорогие друзья. Мы с вами сейчас сыграли и нашли все саптаккорды в тональности фа-мажор от каждой ступени. Послушали, поиграли их. И это здорово. Дальше, дорогие друзья, мы еще немножечко продвинемся к нашей заветной цели. Играть хорошо на бас-гитаре. И усложним нашу задачу. И порассуждаем, как же еще можно играть эти арпеджио септаккордов в нашем случае. А можно играть вверх-вниз, чередуя каждую ступень. Одну ступень играть вверх, другую ступень вниз. Следующую вверх-вниз. Тем самым получается очень крутое упражнение. Давайте посмотрим, как оно звучит. Но это еще не все. Мы также усложним и посмотрим еще варианты аппликатур, которые вам также пригодятся в вашей игровой практике. Вы их сможете использовать, дабы играть более успешно, находить более удачные варианты обыгрыша, удачные фразы. И быть более спецом в своем инструменте. Экспертом, так сказать. Уметь работать с разными аппликатурами. И понимать, где какую лучше использовать. Давайте опять вернемся в первую ступень. Аккорд фа. Указательный палец тыкаем на первый лад четвертой струны. Вот у нас фа. Давайте сыграем арпеджио септаккорда. Большого мажорного септаккорда первой ступени. Я сыграл с первой еще раз ступенью. Это первая аппликатура. Классическая, традиционная. Но есть еще более сложная широкая аппликатура данного арпеджио. Как она звучит? Как вы уже могли догадаться, мы переносим третью ступень. Ля. Вот сюда. И играем указательный и мизинец. Тянем, тем самым создавая широкую аппликатуру. Широкая аппликатура это экспертная аппликатура. Особенно в первой позиции она является экстремальной и довольно сложной. Но эту аппликатуру часто использовал Pasterius в своей игре. Он использовал очень много именно широких аппликатур. Не узкие, которые... Ну, их учат обычно новички, а потом приходят только к широким аппликатурам. Потому что узкие проще. Но узкие в некотором случае у вас ограничивают ваши комбинации, варианты движения дальше. Значит, мы нашли с вами широкую аппликатуру. Первой ступени. И дальше мы играем... Мы сыграли... Играем только вверх. Переходим к седьмой ступени следующего аккорда. И играем его вниз. Тоже широкая аппликатура. Здесь у нас появляется широкая аппликатура минора. Она выглядит вот так. В первых вариантах я показывал вот такой вариант. Потому что, на мой взгляд, в этой позиции это менее экстремально, и рука будет меньше вставать. Если мы будем выбирать для минорных аккордов аппликатуру именно узкую. Но в данном случае мы, опять же, мы же продвинемся на шаг вперед. Мы должны двигаться к нашей цели, несмотря ни на что. Несмотря ни на боль, ни на страдания. Это учение. А учение это свет. Поэтому первая фраза у нас будет выглядеть так. Широкие аппликатуры. Смотрим и слушаем и запоминаем. Первая и вторая ступень. По той же аналогии мы идем дальше. И приходим в наш, опять же, первую ступень, только на октаву выше. Опять же, в экспертных кругах ее назовут восьмой. Хорошо. Наконец-то мы с вами, дорогие друзья, подошли к финальной стадии нашего упражнения. К экспертному уровню игры арпеджио. Самому крутому уровню, самому полезному и самому скиллоемкому, так сказать. Значит, как вы могли догадаться, арпеджио с аптокордом можно играть не только в одну октаву, как мы делали сейчас. Это можно сделать и в две октавы. И сейчас мы это посмотрим, как это можно сделать. Соответственно, мы будем играть по тому же принципу, но через две октавы. Также чередуя игру вверх-вниз по ступеням. Первая ступень вверх, вторая вниз, потом вверх-вниз и так далее. Но с добавлением второй октавы. Давайте посмотрим, разберем, как это будет все выглядеть. Значит, опять же, фа-мажор, первая ступень, так как мы сегодня фа-мажор работаем. Указательный палец. Здесь есть два варианта. Экспертный вариант, экспертная аппликатура. Широкая, как я уже говорил, она сложная. Это будет выглядеть вот так, две октавы. Арпеджио с аптоккордов, две октавы, большой мажорный. Это сложная аппликатура, особенно в первой позиции. Она довольно экстремальная и довольно физически емкая. Я бы, наверное, так на концерте играть не стал. Я бы сыграл второй вариант. Это более узкая аппликатура с открытыми струнами. Смотрите, как она будет звучать. Дальше мы дошли до седьмой ступени нашего фа-мажора. У нас седьмая ступень это нота. Нота-нота ми, вот она. Дальше мы на полтона сдвигаем и попадаем в следующий соседний аккорд. Седьмую ступень соседнего аккорда, второй ступени. Это аккорд ре минор, как у нас уже было. Играем его вниз, чередуя. Смотрите, как это будет выглядеть. И пришли в первую ступень аккорда второй ступени. Вот так вот. И по тому же принципу играем все остальные. Дальше мы играем вверх. Третья ступень аккорд. Аккорд минор на пять. И приходим в аккорд четвертой ступени. И дальше аккорд пятой ступени. Аккорд шестой ступени. Аккорд седьмой ступени. Ну, таким вот образом. Подведем небольшой итог к сегодняшнему видео. Кто-то меня спросит. Как же использовать это упражнение? Чем же оно полезно? Как его внедрять в свою реальную игру, в свою практику? Одно дело теория. Другое дело практика. Одно дело упражнения. Другое дело музыка. Давайте разбираться в этом. Во-первых, мы сегодня выучили основные арпеджи септ-аккорд в диатонической системе. Сами аккордов построили в две октавы. И это уже полезно тем, что мы, то, что вот эта вот инфа, вот эти аккорды, они будут использоваться в 99,9% всех песен, которые вы будете играть. И на основе этих арпеджи вы можете строить свои аккомпанементы, строить свои линии баса, шагающие басы, мелодии, обыгрывать любые аккорды на автомате. При помощи этого упражнения сразу, видя, вот вы пришли на репетицию, перед вами поставили аккорд, там ля минор, ре минор и так далее. Вы сразу хоп поставили. Сразу у вас уже рука стоит, вы уже эти упражнения заиграли, и у вас это все отложится в голове, и вы сыграете как надо, в любом случае. Это беспроигрышно, сразу правильно. То есть, поэтому это упражнение очень важно. Также мы сегодня рассмотрели два варианта аппликатур. Узкая, широкая, широкая. Вот такой вот минор широкий, есть узкий. Опять же, используется в зависимости от цели, куда вы хотите двигаться, как вам удобно. И опять же, действую по принципу. Здесь я играю в 12 и выше обычно. Ну, в этой позиции более, не такой экстремальный, как первая. Я играю широкую. Здесь я играю узкую. Стараюсь в первой позиции, потому что я экстремальный. На концерте, например, еще где-то, когда надо много играть, это широкая аппликатура, здесь реально тяжело будет рука болеть. Ну, у меня, по крайней мере. Может быть, у вас не будет у меня болеть. Поэтому я выбираю из этого, как мне удобно, чтобы максимально расходовать правильно свои силы, энергии. В общем, мы сегодня выучили эти аппликатуры. Это у нас, опять же, ставит руку максимально быстро, максимально правильно. Вы видите аккорд, играете правильно. Рука уже стоит дисциплинированно, правильно поставлена и так далее. То есть, арпеджио – это вообще беспроигрышная тема. Если вы берете в руку инструмент, не знаете, чем заняться, например, играете арпеджио. Это все. Вот это упражнение играете. Это уже будет огромная польза. И всегда это все у вас выйдет в реальную хорошую, качественную игру. Значит, потом. Потом, правая рука здесь, мы играли две октавы, переход из октав, переход, оглушение струн. Опять же, работает правая рука. Особенно для новичков важно, чтобы был этот переход плавно, чтобы не было разницы, когда вы играете в первую октаву, когда во вторую октаву. На это стоит обращать внимание. Вот, например, мы играем си-бемоль. То есть, у вас одна октава должна плавно переходить в другую октаву. Без всяких скачков, без обрывов нот и так далее. На этом стоит обратить внимание. И если вы совсем новичок, то на это особенно стоит обратить внимание. Вот. В общем, заключение. Арпеджио – это самая важная тема. Это суперважная тема. Это скелет песни, скелет аккорда. Это устойчивые ступени. И все вокруг строится, вокруг этих ступеней. Как вокруг солнца в нашей галактике все вращается. В музыке все вращается вокруг вот этого арпеджио. Все остальное – это мясо, которое на этот скелет уже наращивается. Какие-то опевания, пентатоники, всякие блюзовые ноты, какие-то гаммы, фразы, лики. Это все вокруг арпеджио. Если вы не знаете, что играть, играйте арпеджио. Это работает максимально круто, максимально музыкально. Многие это недооценивают. Мало играет арпеджио, больше там какие-то пентатоники, какие-то там картошки, пентатоники. Но, опять же, арпеджио всегда добавит в вашу игру мелодичности. правильности, звучания, красивости и так далее, так далее. Вот. Вот все, что я сегодня хотел сказать. Также рекомендую для полноты результата после просмотра этого видео пройти на мое бусте. Там будет нотное приложение к этому видео, где будут расписаны все вот эти вот этапы, которые мы сегодня прошли в нотах в табах. И также плюс дополнительно на примере тональности ми-мажор. То же самое проделано. Рекомендую также поиграть в другой тональности. Welcome. В завершение к этому видео немножечко инфы. На моем канале стала доступна кнопка «Спонсировать». Это значит, что вы можете стать спонсором моего канала, выбрав один из уровней подписки. Эти уровни дают определенные привилегии. Например, какие-то видео, которые будут доступны только спонсорам. В частности, эта рубрика «Что полабать?» Она сейчас выходит только до спонсоров. Это как хрестоматия для бас-гитаристов. Там набор рифов, аккордов, каких-то мелодий, ликов, шагающих басов и так далее. Рубрика будет расширяться, дальше видео будет больше. Это такой более экспертный уровень, который хочет копать глубже в музыку и обогащать свой басовый музыкальный арсенал. Так же дополнительно там есть такие плюшки, например, как смайлики. Набор смайликов там уникальный у моего канала. Пока что 5 смайликов доступны, но пока в зависимости от количества подписчиков больше можно будет делать. Пока 5, значки для подписчиков тоже, в общем, такие небольшие плюшки. Так что, если хотите, можете спонсировать. Это здорово, в общем, это респект таким ребятам. На этом сегодня все. Заканчиваем это видео. Я надеюсь, оно будет полезно как новичкам, так и продвинутым. В общем, всем любовь, доброта, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...